Приветствую вас. Я полагаю, что необходимо обратить ваше внимание на два основных аспекта. Первый аспект это то, что требуется время для переориентирования вашего сексуального опыта. То есть, ну, от одного способа получения удовольствия до другого способа получения удовольствия. Это первый момент. То есть, две-три недели, к сожалению, этого мало, скорее всего. Возможно, требуется больше времени вам. Возможно. Я, опять же, не берусь здесь наверняка судить, но, возможно, требуется больше времени. Ну, может быть, пара месяцев, да, там, при условии, если вы будете заниматься этим регулярно, да, и, соответственно, не будете возвращаться к первоначальному способу реализации своих потребностей. Вот. Это первое, первое. Это первый момент. И второй момент. Это то, что вот время начала вашей, скажем так, сексуальной жизни, да, время начала. То есть, то, что вам нас один год, и то, что первый секс был всего пару недель назад, свидетельствует, свидетельствует, ну, о возможных проблемах у вас. То есть, это могут быть какие-то ваши проблемы, как уверенность в себе, так и взаимодействие с другими, ну, людьми и женщинами. А вот, соответственно, это может быть тревожность, это может быть страх какой-то, это может быть что-то ещё. Вот. То есть, ну, по сути, по сути, да, вот, те причины, которые обусловили факт столь позднего начала, позднего начала вашей сексуальной жизни, вот, они, возможно, определяют и то, как вы себя ведёте сейчас. То есть, то же, что вам раньше мешало сблизиться с девочкой и, например, ложат переспать с ней, сейчас начинают вам, собственно, получить удовольствие, вот. И, конечно же, конечно же, эти причины, они могут быть самыми разными, начиная от родительского запрета на получение удовольствия в сексе и бессознательный страх от того, что вам, например, изменит и, или, ну, сравнение себя с другими мужчинами, допустим, вот, до получения негативного опыта, вот, в самом-самом-самом-самом недавнем прошлом, вот, и отношению к сексу, к сексу вообще, к сексу как с кого-то, вот. Вот примерно так можно вам ответить на ваши вопросы. То есть, я опять же здесь, да, могу порекомендовать вам поисследовать свои переживания, свои желания, свои какие-то негативные аспекты, негативные элементы, вот, ну, мысли негативные, например, поисследовать, чтобы посмотреть, откуда раз берут, откуда берут свое начало вот такие проблемы. То есть, например, возбуждает ли вас девушка, которой вы, соответственно, вы принимаете секс, вот, хотя бы, привлекает она вас. Чувствуете ли вы контакт? То есть, понимаете, опять же, не очень понятно, да, вы говорите, что не можете гонжить с постели, если первый секс был совсем недавно, пару дней назад, и тогда я тоже не смог. Но если это был первый секс, тогда вы еще имели возможность, если только не мастурбация. то есть, как бы, тут вот не очень, не очень понятно, вот, вот. Это все вот эти такие моменты деликатные, да, их нужно разобрать. Как, чего, что, с чем, какие отношения у вас с девушкой, насколько они доверительные, насколько они духовные, вот, какое место занимает в вашей жизни секс, вот, что он представляет из себя, для вас какое значение имеет, вот, для чего вы занимаетесь сексом вообще? Как бы, да, вот, так на что ориентировано в этот момент? Видите ли вы девушку? Ну, то есть, хотите ли вы ей доставить удовольствие? Делаете ли вы как нравится вам секс? Или вы делаете так, как, например, могло бы понравиться ей, но не рискуете сделать так, как хочется вам? То есть, это все вот нужно проанализироваться обязательно. Все это нужно обязательно просмотреть, все это нужно обязательно исследовать. Вот, и тогда уже можно будет давать какие-то вам рекомендации, вот, которые помогут вам решить данную проблему. Ну, а самостоятельно вы эту проблему решите только со временем, да, то есть, как только более-менее отлучитесь от привычной модели получения удовольствия. Ну, а там все, я надеюсь, что помог вам, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!